В Люберцах работает бесплатный экскурсионный автобус Победы. Он курсирует по знаковым памятным местам городского округа. Во время поездки жители знакомятся с интересными фактами военных лет, а также посещают краеведческие музеи. В патриотическое путешествие отправилась и Луиза Егия-Зарян. Этот брендированный праздничный автобус начал курсировать по городскому округу в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас готовится к очередному рейсу по памятным местам воинской славы. К экскурсионному автобусу уже подходят первые пассажиры. Очень хорошая идея, чтобы сплоченность какая-то была, чтобы дети знали, что пожилые тоже и воевали, и были тружениками. У меня мама тоже 14 лет тружеником была. Сегодня маршрут автобуса Победы проложен от центра Люберец до Малаховки. Экскурсовод Татьяна Андреева – методист музея истории и культуры этого поселка. В пути она рассказывает, какой вклад внесли жители прифронтового района в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Подробно описывает события тех страшных лет. В результате попадания в цеховую постройку пострадала Томилинская птицефабрика. Несколько бомб попало на Панковскую больницу. А в один из вражеских налетов погибло 14 человек, в том числе и дети. Первая остановка – сквер Победы в поселке Малаховка. Мемориальный комплекс в память о местных жителях, погибших на фронтах Великой Отечественной, открыт в 2005 году. Здесь высечено имя каждого, кто отдал жизнь во имя Победы. Не танцуйте сегодня, не пойте. Предвечерний задумчивый час, молчаливо окон постойте. Вспомините погибших за нас. Организация отличная, понравилось, что рассказывали о героях, о Федорове, о Люберцах, о участии. Пока ехали в автобусе, экскурсовод с таким трепетом пропущен через свою душу. Далее автобус Победы направился в сторону Музея истории и культуры поселка Малаховка. Здесь участников экскурсии познакомились с постоянной выставкой, посвященной Великой Отечественной войне. В те годы на территории поселка работало четыре вакогоспиталя. Начались немецкие воздушные налеты. В результате пострадало около десятка домов в Малаховке. Немцы, конечно же, в первую очередь, бросая бомбы, метили в железную дорогу. Но попадали они уже как придется. Мама просто сидела на работе, из окна увидела автобус, ей он так понравился. Она зашла в интернет, нашла, что это вообще такое. Сразу написала мне, давай запишемся на экскурсию. Мы записались, на выходных решили съездить сюда. Я тут никогда не была в этом музее. Удалось посетить, на экспозицию эту интересно сходить, узнать о своем крае родном. И такая возможность есть у всех желающих. Отправиться в путешествие по родным краям на автобусе Победы можно до 11 мая. Уиза Иги Азарян, Бетр Пономаренко, телеканал ЛРТ.